Это проект «Место происшествия» на первом городском канале. Эксклюзив. Неподдельные эмоции. То, к чему нельзя быть равнодушным. В студии Сергей Пичугин. Здравствуйте. Вначале коротко о самом важном. С ветерком не получилось. В деревне Баташи 46-летний мотоциклист неудачно прокатился по полю. Кем вы являетесь? Статус ваш? Адвокат. Адвокат какой коллегии? Адвокатский кабинет. Что у вас в руках? Деньги. Получил для начала 600 тысяч рублей. Быстрее говорите за что? Там работали с иностранными гражданами. В Кирове начали судить адвоката Александра Лапехина. Расплачивается миличкой. Любительница виски и коньяка. Да куда мы втроем уже ее заводили-то? В Кирове за воровство алкоголя осудили мать троих детей, 38-летнюю Наталью Лимонову. Видимо, люди ДПС сказали, что я был в Киеве, поэтому не отменили. Убывающая луна, ускользающие права. Наверное, жалко расставаться с правами, на мой взгляд. Все важнее. На улице Лепсе сотрудники ДПС задержали водителя Лады. Ну и начнем с ДТП характерного для лета. В деревне Баташил 46-летний водитель мотоцикла Иш-Юпитер-3 неудачно прокатился по полю. Он упал с байкой и получил серьезные травмы. Больше информации в нашем обзоре. Авария произошла в четверг вечером в Слободском районе на четвертом километре полевой дороги возле деревни Баташи. По предварительным данным, 46-летний водитель мотоцикла Иш-Юпитер-3 не справился с управлением. Байка прокинулся. Мужчина упал и получил тяжелые травмы. Его госпитализировали. В самом Слободском произошло еще одно ДТП с участием двухколесного транспорта. По предварительным данным, 19-летний водитель 14-й наехал на 16-летнего велосипедиста. Последний травмировался. Однако врачи успокоили. Госпитализация не требуется. Жить будет. В городе Кирово-Чапецке сбили пешехода. По предварительным данным, 47-летний водитель Лифан не заметил 62-летнюю женщину. Пострадавшая травмировалась. Медики оказали ей помощь. В Кирове на улице Московского, дома номер 85, столкнулись три автомобиля. Аварийный паровозик состоял из трех вагонов. Ниссана, Тойоты и Лады Приора. Не обошлось без травмированных. За помощью к медикам обратилась 27-летняя пассажирка Ниссана. Как уточнили в ГИБДД, госпитализация ей не потребовалась. Сергей Пичугин. Место происшествия. В Кирове начали судить адвоката Александра Лапехина. Мужчину обвиняют в покушении на мошенничество в крупном размере. По данным следствия, профессиональный юрист пообещал кировчанину решить вопрос с проживанием мигрантов. За это адвокат попросил 1 миллион 200 тысяч рублей. Детали этого дела в рубрике «Сводка». Бойцы СОБРа поймали адвоката как наркодилера. Зафиксировали руки, чтобы не сбросил деньги. Передача суммы в 600 тысяч рублей проходила в кроссовере на улице Пролетарской. Задержанный не сразу, но рассказал, зачем взял деньги. По словам адвоката, деньги он взял не для себя, а хотел помочь своему клиенту с нелегальными мигрантами. После задержания адвоката дело передали сотрудникам следственного комитета. Обвиняемый находился под домашним арестом. В ходе следствия вину в совершенном преступлении обвиняемый признал. Следователи провели комплекс следственных действий. Была собрана достаточная доказательственная база. Сейчас адвокату грозит до 4 лет тюрьмы. Дело рассматривает Первомайский районный суд. За месяц в Кирове полиция закрыла 37 игровых клубов. Изъято более 200 единиц оборудования, а также деньги в сумме 200 тысяч рублей. Несмотря на латентный характер преступлений и попытку преступников маскировать свою деятельность под легальные виды деятельности, такие как торговля на бирже, опционы, майнинг, криптовалют, удалось доказать преступность их деяния. И на основании собранных материалов следователями Следственного комитета возбуждено 5 уголовных дел. Сейчас организаторам игорных заведений грозит до 6 лет тюрьмы. Также к ответственности будут привлечены арендаторы помещений. Хотела заработать на бирже и потеряла 360 тысяч рублей. Доверчивая жительница Кирова, потерпевшая, поверила рекламному сообщению в одном из мессенджеров. Компания эта работала примерно уже полтора года. Никаких проблем не было. Вот так получилось, что только я вложила деньги. И ровно через 4 дня все. Была приостановлена эта институционная компания и признана финансовой пирамидой. Сейчас возбуждено уголовное дело. Злоумышленников разыскивают. В Кирове за воровство алкоголя осудили мать троих детей, 38-летнюю Наталью Лимонову. В супермаркете на улице Горького ранее судимая женщина совершила две кражи. Похитила, кстати, виски и коньяк. Детали приговора в нашем следующем материале. Воровала Наталья бесхитростно. Первый поход в магазин на улице Горького и в сумочке 2 по 0,5. Это виски и коньяк на общую сумму более 1 тысячи рублей. Лимонова действовала, как говорят по классике. Для отвода глаз что-то своровала, а что-то купила. То есть две бутылки в сумке, а на кассе только газировка. Расплачивается милочкой. С места преступления Наталья скрылась, но спустя 2 дня вновь вернулась в супермаркет. К этому приходу продавцы были готовы. На этот раз Лимонова похитила только бутылку виски и решила сразу выйти из магазина, но не получилось. Продавцы задержали ее. Да когда мы втроем уже ее заводили. После фиаско Наталья признала свою вину, но на судебном процессе от показаний отказалась. Воспользовалась 51 статьей Конституции. Жительница Кирово-Чапецкая Лимонова ранее была судима за наркотики. В 2020 году отсидела полгода в колонии поселения. Отехчающих обстоятельств по делу не было. Впрочем, не признал суд смягчающим обстоятельством наличия у осужденной несовершеннолетнего и двух малолетних детей, так как Лимонову лишили родительских прав. В итоге за кражу и покушение на кражу Наталью приговорили к 4 месяцам в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу. Сергей Пичугин, Михаил Вагин. Место происшествия. Ну а сейчас пауза. Пройдет быстро, так что не переключайтесь. Убывающая луна, ускользающие права. Наверное, жалко расставаться с правами, на мой взгляд. Ссылачный. На улице Лепси сотрудники ДПС задержали водителя Лады. Уснул за рулем. В Котельническом районе водитель Тойоты протаранил встречный грузовик. Невнимательность и неработающий светофор. На улице Производственной КАМАЗ протаранил фуру. На первом городском канале место происшествия. И мы продолжаем выпуск. Активисты ночного патруля выявили закономерность. От фазы луны зависит не только количество задержанных водителей, но и их стиль вождения. Один из таких автолюбителей ночью в полнолуние поехал домой и чуть не протаранил патрульную машину ДПС. Повод проверки состояния мужчины более чем весомый. Подробности задержания узнаете в следующем материале. По словам очевидцев, водитель 15-й выезжал с улицы Северосадовой на Лепси и едва не протаранил патрульную машину. Остановился он лишь в последний момент. Полицейские решили проверить, что стало причиной такой невнимательности. Усталость, опьянение, неисправность авто, а может полная луна? Видимо, люди ДПС сказали, что я в актуном пении, поэтому не актулили. Сам Павел уверял, да, запах есть, но это остаточное явление от вчерашнего застолья. Мужчина не ощущал себя пьяным. Тем временем дать интервью очень хотел приятель водителя, но в последний момент он передумал. Что-то хотели узнать у меня, спросили, подходили. Я готов вас выслушать и ответить на ваши вопросы, мужчина. Что произошло? Вы зачем ко мне подходили? Павел посчитал, что у полиции нет основания обвинять его в пьяных гонках. Ну вы продували волкотестер? Нет. Отказались от освидетельствования? Ну потому что нет смысла. Ну как, это же влечет лишение прав, получается, если вы... Конечно, я согласен с вами. Все-таки, наверное, жалко расставаться с правами, на мой взгляд. Согласен полностью. По словам Павла, расставаться с правами жалко, ведь до работы он любил ездить на своей машине, а не на автобусе. Однако, как признался водитель, еще не все потеряно. В суде хотите еще побороться за это? Нет, конечно. Нет, ладно. Сергей Пичугин, место происшествия. В Котельническом районе водитель Тойоты протаранил встречную фуру. Удар был такой силы, что водители и пассажирку легковушки с места аварии госпитализировали. Момент ДТП в рубрике «Видеорегистратор». В Котельническом районе у деревни Корабли регистратор водителя грузовика зафиксировал аварийный маневр водителя Тойоты. Автомобиль на повороте выехал на встречную полосу. По словам очевидцев, ДТП произошло в 7 утра, и 30-летний шофер на легковушке уснул за рулем. Водители пассажирку Тойоты госпитализировали. Невнимательность и неработающий светофор стали причинами ДТП на перекрестке улиц Производственной и Базовой. Фура поворачивала налево, а КамАЗ ее не заметил. Не стал искать легких путей водитель кроссовера «Хенде» на улице Ленина. Вместо того, чтобы просто поехать прямо, он развернулся. На улице Дзержинского ничего не предвещало беды для водителя мотоцикла, как вдруг Калина резко выехала с парковки супермаркета. На повторе видно, что водитель грубо нарушил правила разворота. Он начал маневры не из левого ряда, да еще и через двойную сплошную линию разметки. Шансов уйти от столкновения у мотоциклиста не было. На улице Щерц воспитателю на Ауди не понравилось, что учебный автомобиль ехал в левом ряду. Чтобы объяснить правила дорожного движения, нарушитель пересек двойную сплошную линию разметки, проехал на красный сигнал, а потом наехал на пешехода. По данным ГИБДД авария была не зарегистрирована. Пострадавшая женщина может обратиться в полицию по телефону 588-888 или 102. На перекрестке улиц Воровского и Сурикова водитель Шкоды торопился проскочить налево. Мужчина не ожидал, что курьерский фургон резко затормозит и уступит дорогу пешеходу. На улице Лепси водитель Гранта не соблюдал дистанцию и не заметил, что водитель иномарки планирует повернуть направо. Удар получился сильным. Хэтчбэк повернул куда хотел и еще проехался по тротуару. Неопознанный летающий объект. Наблюдали очевидцы вечером в Ленгасово. По словам очевидцев, это был астероид, который пролетел мимо нашей планеты. Сергей Пичугин, Михаил Вагин, место происшествия. И на сегодня это все. Отправить видео можно через любой из мессенджеров. Телефон остался все тот же. Можете звонить в любое время. Короткие ролики смотрите в инстаграме, место происшествия. А целый выпуск на ютуб канале Первого городского. В студии был Сергей Пичугин. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok